христос народы христос народы христос рождается с праздником вас дорогая церковь и давайте мы перед словом божьим помолимся коротко спать мы благодарны тебе за твое слово посланное сюда на землю мы благодарны тебе за слово которое сеется в наши сердца и мы молим и просим тебя сегодня господь открой наши сердца дабы они были добрую почву во имя иисуса христа аминь присаживайтесь присаживаясь улыбнитесь друг другу поздравьте друг друга еще раз с праздником знаете за последнее время в эти рождественские дни я думаю не один я стал свидетелем того как множество людей год от года под подходя к этим датам начинают спорить какого все таки числа праздновать двадцать пятого седьмого как правильно праздновать так так правильно праздновать вчера натолкнулся на статью о том где ученые спорят каким был все таки иисус какого он был роста какие у волосы а низкий он был высокий он был и знаете меня все это натолкнуло на размышление о том что люди готовы спорить о чем угодно лишь бы не говорить о главном вот о чем угодно давайте будем какого числа давайте будем спорами спорить о форме в которой должно быть праздноваться рождество так с кашами без каш только не говорите о главном и знаете моя проповедь она сегодня называется так и называется 25 или 7 25 или 7 прошлый раз было 1 21 сегодня 25 или 7 знаете на самом деле в день рождества сбылось нет нечто большее чем просто родился младенец в день рождества сбылось слово сказанное богом задолго до этого написано в этот день слово стало плотью в этот день слово стало плотью и мне сегодня хотелось бы поговорить о том как в нашей жизни слово становится плотью как в нашей жизни от чего зависит чтобы слово сказанное богом в нашу жизнь в нашу судьбу оно не просто оставалось каким-то знанием оно превращалось в реальное действие оно становилось плотью я прочитаю евангелие от матфея с первого из первой главы с 18 по 25 стих рождество иисуса христа было так по обручении матери его марии с иосифом прежде нежели сочетались они оказалось что она имеет в очреве от духа святого иосиф же муж ее будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее но когда он помыслил это си ангел господин явился ему во сне и сказал иосиф сын давидов не бойся принять марию жену твою ибо родившаяся в ней есть от духа святого родит же сына и наречешь ему имя иисус ибо он спасет людей своих от грехов их а все сие произошло то сбудется реченное господом через пророка который говорит сидево в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя эмануил что значит с нами бог встав ото сна иосиф поступил как повелел ему ангел и принял жену свою и не знал ее как наконец она родила сына своего первенца и он нарек ему имя иисус знаете я думаю большинство из нас я и думаю большинство из вас мы любим своей жизнью порядок мы любим чтобы все происходило ровно так как мы запланировали без всяких неприятных сюрпризов но приятные мы любим неприятные не очень мы любим чтобы все происходило ровно в Так как мы себе построили планы, ровно так как мы построили, ничего не мешало. И вот читая эту историю, знаете, я задумался. Ведь Бог это тот, кто может спланировать любое, любую жизнь, любое событие лучше всех. Вы со мной согласны? Лучше всех может спланировать Бог. И в тот же момент возникает вопрос, почему столько трудностей сопровождало рождение Христа? Почему Иосиф чуть было не отпустил Марию? Почему не нашлось места в гостинице? Почему пришлось бежать в Египет, вместо того, чтобы тьма ангелов встала и защитила, и не дала Ироду даже приблизиться к этому младенцу? Почему столько трудностей было на пути Христа? Знаете, перед началом проповеди я вам расскажу одну историю. Она произошла вот буквально несколько недель назад со мной, с нашей семьей. Мы с нашей семьей, значит, поехали на Рождество, которое 25 числа, в одну из европейских стран, чтобы посмотреть, как празднуют. Ну, нам было интересно. И вместе с этим наши друзья тоже ехали в том направлении, и вот мы собрались с двумя машинами и поехали пересекать границу. Значит, до границы мы ехали около 10 часов, такая нелегкая дальняя дорога. Мы перешли границу, это уже было больше 12 часов, мы в машине, и, значит, мы перешли границу, забронировали себе гостиницу. Думаем, сейчас переночуем в одном из городов, там от границы до этого города где-то час, переночуем в одном из этих городов и поедем дальше. Мы забронировали, приезжаем где-то начало 12-го вечера уже, приезжаем под гостиницу, а гостиница закрыта. Мы стучим в двери, а нам никто не открывает. Мы прям настойчиво, а мы забронировали, знаете, есть приложения, в которых ты забронировал, из тебя сразу и деньги сняли, забронили. А мы же забронировали и деньги как бы сняли. Мы настойчивее стучать, никто не открывает. Мы, значит, списываемся с этим хозяином, он говорит, извините, произошла какая-то ошибка, мест нет. Нас 6 человек, 2 машины, мы в чужой стране, мест нет. Ну, мы думаем, ну ладно, мест нет, сейчас мы поедем в другую гостиницу, сейчас мы быстренько поселимся где-то в другом месте. Мы приезжаем в другую гостиницу, мест нет. Мы приезжаем в третью гостиницу, мест нет. И все говорят, послушайте, ну вы даете, Рождество ж, мест нет нигде. И тут мы, значит, начали списываться опять с этим хозяином этой гостиницы, говорит, ну как так, ну мы же все-таки бронировали, ну как, может, вы как-то нам поможете, подскажете. И он говорит, хорошо, приезжайте. Мы приехали, значит, нас с женой поселили в этой гостинице, нашли нам номер, и наших друзей хозяин предоставил еще квартиру в этом же городе, чтобы поселить. И знаете, нас с женой так получилось, что нас поселили в два раза больший номер, в два раза дороже, чем мы бронировали, но при этом не взяв с нас никакой лишней платы. Мы заплатили ровно, как мы должны были заплатить за самый маленький, самый простой номер, но нам дали большой номер, двухкомнатный. И знаете, я вот для себя из этой истории тогда сделал вывод, если в твоей жизни что-то идет не так, но при этом ты следуешь по Божьему пути, это значит только одно, Бог приготовил для тебя лучшее. Бог приготовил для тебя лучшее. Это не значит, что все будет плохо. Значит, у Бога есть что-то лучшее. И знаете, я хотел бы сегодня поговорить о том, как мы должны относиться к обетованиям Божьим, чтобы они становились плоти, чтобы это лучшее приходило в нашу жизнь. Или оно приходит само собой, в зависимости от того, какого числа я праздную Рождество. И первое, о чем я хотел бы поговорить сегодня, чти Его Слово. Исайя 66 глава, 2 стих. Почему Слово Божье, Слово от Бога так важно в нашей жизни? Потому что со Слова Божьего начинается все. Этот мир начался со Слова от Бога. И сказал Бог, и стало. Послушайте, любая... Вот сегодня сестра свидетельствовала. Есть слова людей, которые записаны в диагнозе, которые записаны на бумаге. А есть Слово от Бога, которое записано в Библии. И оно оживает, когда мы начинаем его почитать. Послушайте. Абсолютно не важно, что говорят люди, если Бог говорит противоположно. Вы вспомните, сколько чудес в Библии записано, происшедших по одному Слову от Бога. Бог говорил, встань, и люди вставали. А до этого не могли. Бог говорил, воскресни, и люди воскресали. А до этого были умерши. И все зависит в нашей жизни только от того, как мы относимся к Слову Божьему. Как к рекомендации или как к инструкции к исполнению. Если Слово Божье для нас просто рекомендация, над которой я подумаю, верить или не верить, уповать или не уповать, надеяться или не надеяться, то оно остается просто буквой. Но если Слово Божье – это инструкция к исполнению, если Бог сказал, что я буду здоров, значит я буду здоров. Аминь. Матфея, 1 глава, 19 стих. Смотрите, что сделало Слово Божье в жизни Иосифа. Иосиф, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. В определенный момент своей жизни Иосиф, будучи праведным человеком, принимает решение отпустить свою жену, а по факту развестись с ней. Историки говорят, кстати, слово «праведный» в буквальном переводе значит «чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов». Вот это значит слово «праведный». Иосиф был праведным. Историки говорят, что он носил такое звание «цадык», «праведник». Это был человек, почитаемый за свою отданность законам Моисеевым. И вот этот человек, отданный закону Моисееву, принимает решение развестись со своей женой, чтобы сохранить свою репутацию, сохранить свою праведность тайно, сделать так, чтобы никто не узнал о том, что его жена Мария беременна. Но в один момент меняется абсолютно все. В один момент, следующим стихом написано. «Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Это слово от Бога, которое прозвучало в жизнь Иосифа, заставило его поменять свое решение. Послушайте, я хочу поделиться с вами одним очень важным откровением. «Наши отношения с Богом оцениваются нашей готовностью быть подчиненными Его Слову». «Наши отношения с Богом не оцениваются праведностью, хождением в церковь – это правильно, да и аминь». «Знанием христианских гимнов – это правильно, да и аминь». «Но наши отношения с Богом прежде всего оцениваются нашей готовностью быть абсолютно подчиненным Его Слову». Иосиф принял решение поменять все намеченные им планы и подчиниться воле Божьей. «Знаете, как бывает, я думаю, у вас так тоже было, ты молишься о чем-то и уже в принципе ты построил планы о том, как должен прийти ответ от Бога, с какой стороны это должно быть, как это должно выглядеть, в какое время это должно наступить. И вот ты открываешь Библию, и ты понимаешь, что Слово от Бога, говорит, будет совсем по-другому. И вот в этот момент очень важно, мы ищем оправдание, чтобы обойти это как-то, или мы ищем силы, чтобы исполнить это. Очень важно, ищем ли мы оправдание своим планом, или мы ищем силы, чтобы исполнить Слово от Бога. Послушайте, по всем законам, которые были на тот момент в Израиле, Иосиф был бы оправдан. По всем законам, которые действовали, Иосиф был бы оправдан. Но Слово от Бога стало во главе всего в жизни Иосифа, и в его жизни, в его семье сбылось обетование, изменившее всю историю. Знаете, я уже когда-то рассказывал, я до прихода к Богу был зависимым человеком, и придя в Центр реабилитации, я скажу сразу, я не был богоискателем каким-то, я не пришел вообще искать Бога, познавать Его истины. Я пришел, потому что у меня в жизни были огромные проблемы. И я пришел решать эти проблемы так, как я понимал. И, в принципе, согласно своему намеченному плану, я строил модель своего поведения в Центре, вот так, как я себя понимал. Я где-то увиливал от каких-то обязанностей, я где-то там спорил со служителями, я где-то там был недоволен чем-то. Вот, в принципе, мой план я осуществлял так, как понимал я. Но в один момент Бог через Своё Слово постучался в моё сердце. Знаете, я помню до этого дня, как это было. Я помню место, где это было. Я помню, когда я открыл это Слово, и я помню, как оно звучит. Нам задавали учить стихи, и мне попался стих в послании филиппийцам. Апостол Павел говорит, то, что для меня было превосходством, то ради Христа почёл я щитою. И я помню, как это слово произвело невероятную перемену внутри моего сердца. Оно перевернуло всё моё мировоззрение, всё моё мышление, все мои ценности в один момент рухнули, в моё сердце посеялось Слово Божье. С тех пор, прошло 14 лет, и я благодарю Бога за то, что Его Слово до сих пор живёт в моём сердце, и благодаря Его Слову я сегодня свободен. Благодаря Его Слову и Его обетованиям я имею счастливую семью. Благодаря Его Слову и Его обетованию я имею счастливых детей, я имею служение, я имею друзей. Благодаря Его Слову, которая посеялась в мою жизнь и стала плотью. Послушайте, евреям, 4 глава, 12 стих говорит, Слово Божье живо и действенно. Я хочу поделиться с вами откровением. Если Слово от Бога оживает у нас внутри, оно преображает всё вокруг нас. Если Слово от Бога прежде всего оживает у тебя внутри, оно способно преобразить всю твою жизнь. Это как беременность. Сначала оно начинается и рождается где-то внутри тебя. Может быть, его никто не видит. Может быть, ещё ничего не происходит. Но где-то внутри тебя рождается эта стопроцентная уверенность. Всё будет хорошо. И кто бы что ни говорил в этот момент, как эта сестра сегодня свидетельствовала, люди говорили обратное, люди прощались с ней. Но в тот момент, когда с ней прощались люди, её приветствовал Бог. В тот момент, когда с ней прощались люди, её приветствовал Бог. Если мы чтём Божье Слово, если мы относимся к Слову Божью как к самой главной ценности в нашей жизни, драгоценности, которую мы должны хранить и беречь в своём сердце, оно оживёт в своей жизни. И оно непременно произведёт перемены во всей окружающей тебя жизни. И второе, о чём я хотел бы сегодня сказать, позволь ему вырасти. Смотрите, что происходит сразу после рождения Иисуса Христа. Матфея 2 глава, 3 стих. «Услышав это, Ирод встревожился». Матфея 2 глава, 10 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой». Смотрите, какая разная реакция на одно и то же событие. Кто-то встревожился, а кто-то обрадовался. И знаете, так происходит часто в нашей жизни. Когда в твоём сердце рождается Иисус, когда в твоём сердце рождается Слово от Бога, всегда в твоём окружении появятся те люди, которые встревожатся. Но появятся и те, кто обрадуются. Знаете, как это выглядит очень часто? «Ты покаялся?» В твоём сердце уже живёт Христос. И вот на работе новогодний корпоратив. Ты приходишь туда, говоришь, «Я пить не буду». И все встревожились. «Может, ты заболел?» До этого никого не интересовало, болел ты или не болел. Так, давай на работу, выходи. Температура пройдёт по ходу. А тут все встревожились. Ты заболел, бедняга. Но будут те, кто обрадуются твоему решению. Будут те, кто обрадуются тем, что Христос родился в твоём сердце. Но я сегодня хочу сказать немножко не об этом. Задачей Ирода было не помешать рождению Христа. Он не мог повлиять на рождение Христа никак. Ирод не мог. Это было предрешено Богом. Точно так же, как и сегодня, никто не может помешать тебе принять Христа в своё сердце. Этого не может сделать никто. Задачей Ирода было не дать ему вырасти. Потому что, когда Христос вырастет, начнутся чудеса. Когда Христос вырастет в твоём сердце, начнутся чудеса в твоей жизни. Потому что, большой Иисус творит большие чудеса в твоей жизни. И задачей Ирода будет всегда не дать ему вырасти. Но наша задача позволить Христу вырасти в наших сердцах. Защитить его в этот период младенчества. В этот период, когда он только рождается. Иногда, ради этого, ради того, чтобы защитить Христа, нам придётся пожертвовать какими-то своими желаниями, какими-то своими планами, какими-то своими намерениями. Послушайте, у Иосифа и Марии тоже были планы на жизнь. Они тоже её как-то планировали. Но в один момент им пришлось собраться и убежать в Египет ради того, чтобы защитить Христа, который родился в их семье. Может быть, после того, как Христос родится в вашем сердце, вам придётся сменить работу. Не бойтесь этого. До тех пор, пока вы исполняете волю Божью, вам нечего бояться. До тех пор, пока вы охраняете Христа в своём сердце, вам нечего бояться. Послушайте, будут приходить обстоятельства, которые будут не давать, не хотеть позволить вырасти Христу в вашем сердце, так и остаться в нём младенцем. Знаете, что такое вырасти? Вырасти – это научиться принимать взрослые христианские решения. Если Иисус вырос в моём сердце, для меня больше не звучит вопроса служить или не служить, потому что Христос вырос в моём сердце и Он идёт служить. Для меня больше не звучит вопрос проповедовать или не проповедовать, потому что Христос вырос и начал проповедовать. Для меня больше не звучит вопрос грешить или не грешить, оправдывать свои поступки или меняться. Смотрите, как может по-разному звучать. Я не грешу, потому что Бог любит меня и я люблю Бога. но вместе с этим я грешу, потому что всё равно Бог меня любит. Одно и то же звучит совсем по-разному. Так вот, взрослый Христос в моём сердце, это я не грешу, потому что я люблю Бога и Бог меня любит. И если мы делаем всё, чтобы защитить Христа, выбирая позицию Бога, нам нечего бояться. Нам нечего бояться каких-то трудностей. Нам нечего бояться какого-то Ирода, которого через время не стало. Если мы читаем дальше, Ирода не стало, а Христос живёт. Ирода не станет в твоей жизни, рано или поздно придёт момент, когда он просто перестанет существовать, а Христос будет жить в твоём сердце, и ты воскреснешь вместе с Ним в один день. Я вам расскажу одну историю одного брата. У нас много таких историй, но это особенно вспомнилось. мне. Знаете, когда-то лет, наверное, пять назад один брат проходил реабилитацию у нас в центре, и вот он прошёл, вроде как успешно, родился свыше, посвящённый христианин, а он сам не киевский, он западной Украины, и в один момент его родители стали звать его обратно. Давай, возвращайся обратно, здесь у тебя будет работа, здесь у тебя будет дом, здесь тебе не надо ни о чём заботиться, здесь ты будешь жить на всём готовом, здесь будет всё хорошо, а здесь в Киеве нет ничего. Здесь в Киеве съёмная квартира, здесь в Киеве тяжёлая работа, но здесь церковь, в которой ты родился. И он пришёл ко мне и говорит, послушай, что мне делать? Вот сердцем я здесь, а умом я уже там. и так всё там устраивается, и так хочется туда. И мы тогда поговорили, и знаете, я ему сказал одну такую простую вещь, послушай, доверь Богу свою жизнь, и ты увидишь, как Он её преобразит. Не людям, не людям, но Богу доверь свою жизнь, и ты увидишь, как Он её преобразит. И вот прошло уже больше трёх лет, и на сегодняшний день этот брат один из пастырей в нашей поместной церкви. Он женился, в конце прошлого года у него родился ребёнок, его жизнь полностью преобразилась благодаря Христу, позицию которого он отстоял в своём сердце. его жизнь полностью преобразилась. Послушайте, если перед нами будет стоять выбор, удобно, но с людьми, или неудобно, но с Богом, мы должны всегда выбирать, неудобно, но с Богом, потому что Божьи пути для нас это лучшее, что может быть. Лучший путь, который ты можешь осуществить в своей жизни, это путь, намеченный Богом. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Смотрите, что говорит апостол. Победа в нашу жизнь приходит ровно тогда, когда тот, кто в нас вырастает и становится больше всех мирских ценностей. Когда Христос, однажды родившийся в твоем сердце младенцем, вырастает и становится больше всего, значимее всего, тогда, когда не ты ему, как младенцу, говоришь, что ему делать, а он, как взрослая личность, живущая в твоем сердце, указывает тебе твой путь, советует тебе, наставляет тебя, и ты готов починить ему всю свою жизнь. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы сейчас поклонимся еще раз Богу. Я хотел бы, чтобы мы в этом поклонении вспомнили все обетования, которые звучали в нашу жизнь от Бога. Может быть, они звучали давно, может быть, они прозвучали недавно в вашей жизни. Давайте мы в этом поклонении скажем Богу, как мы чтим Его Слово. Давайте мы в этом поклонении приблизимся к Нему, приблизимся к Его обетованиям. Да, это тайна для меня. Безусы, как вечный Боже Сын владельцем стал, что этот кроха может изменить. Ликуют небеса, там знают он сверши Аллилуйя, Аллилуйя Любовь отца с небеса шла, чтоб мир спасти Аллилуйя, Аллилуйя Божий Сын стал слугой, чтоб с нами быть Здесь с нами быть Да, это тайна для меня Он видел все века, Он знает все сердца Ему подвластна все, земля и небеса А Он младенцем стал, умал и на руках Аллилуйя, Аллилуйя Любовь отца с небеса шла, чтоб мир спасти Аллилуйя, Аллилуйя Божий Сын стал слугой, чтоб с нами быть Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Любовь отца с небеса шла, чтоб мир спасти Аллилуйя, Аллилуйя Божий Сын стал слугой, чтоб с нами быть Аллилуйя, Аллилуйя Любовь отца с небеса шла, чтоб мир спасти Аллилуйя, Аллилуйя Божий Сын стал слугой, чтоб с нами быть Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое стало плотью Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир Воплотился в человека Мы благодарим за то, что через Твоего Сына, Господь, суд превратился в милость Мы благодарим за то, что справедливость превратилась в прощение Мы благодарим за Слово Божие, которое оживляет нас и сегодня Которое есть для нас источник Источник нашей жизни Источник нашего благословения Источник нашего здоровья Источник нашего мира Источник нашего благословения материального Мы благодарим Тебя, Господь Отец, мы молим и просим Тебя Пусть в нашем сердце Всегда живет глубокое почтение к Твоему Слову Отец, дай нам хранить обетование, которое Ты, Боже, посылаешь в нашу жизнь Мы благословляем тех людей, Боже, которые сегодня, может быть, отчаялись И мы молим и просим Тебя о Слове для них Проговори сейчас в их сердца Пусть это Слово Божие От Тебя оно полностью Изменит и преобразит их жизнь Во имя Иисуса Христа Одно Слово Сказанное Тобою Изменит всю их жизнь Благословляем Тебя Во имя Иисуса Христа Аминь Я хотел бы еще Свершить одну молитву Обратиться к тем людям Которые сегодня пришли в первый раз И вы ни разу еще не молились молитвой покаяния А может быть, вы молились Но по каким-то причинам вы отступили от Бога Может быть, вы приходили, но никогда не решались выйти вперед Послушайте, самое большое чудо на земле Начинается со слов Рождество Иисуса Христа было так И после этого Началась череда событий Которая полностью Изменила весь ход истории И сегодня в вашей жизни Точно так же звучит это слово Рождество Иисуса Христа было так И после этого вы можете сделать шаг Навстречу Богу И Он полностью изменит вашу жизнь Выходите сюда вперед Может, вы стоите под балконом Может, на балконе Может, в малом зале Выходите сюда вперед Выходите сюда вперед Рождество Это то, что способно изменить вашу жизнь Рождество – это не какая-то дата Рождество – это событие С момента которого начинается что-то новое И оно не в датах И оно не в датах И оно не в датах Если вы идете еще сверху Мы подождем вас Поднимайтесь из малого зала Рождество – это не дата Рождество – это событие Способное изменить все Может быть, прямо во время молитвы Вы будете чувствовать побуждение в своем сердце Выходите сюда вперед Выходите Не слушайте ничего Не слушайте никого Не слушайте голос сомнений Не слушайте голос страха, стыда Выходите вперед Христос может полностью преобразить И изменить вашу жизнь Дорогие те, кто вышел Давайте мы закроем свои глаза И просто вместе со мной Повторите эту молитву От своего сердца Дорогой Господь Я прихожу к Тебе И открываю свое сердце И прошу прости меня Мои грехи Осознанные И неосознанные Иисус Я признаю Тебя моим Господом Открываю для Тебя мое сердце И прошу живи в нем Посвящаю свою жизнь Тебе Я молился во имя Иисуса Христа Аминь Давайте мы свершим Молитву за тех людей Которые Вышли Покаялись Господь Мы благословляем Каждого человека Который сегодня принял решение Примириться с Тобою Мы молим и просим Пусть всякая власть греха Будет разрушена в их жизни До основания Пусть с сегодняшнего дня Начнется новая жизнь во Христе Родится что-то новое Родится надежда в сердцах Благословляем каждого человека Во имя Иисуса Христа Аминь Дорогие те Кто покаялись Под наши аплодисменты Вы можете пройти По центральному проходу В фойе Там наши служители Встретят вас Познакомятся с вами Вручат вам подарки Пусть Бог благословит вас Продолжение следует...